Я волшебник Мышь и воробей. Русская сказка. Жила мышь в степи, а близко был лес. Звали мышь Мышка-Тишка. Вот Мышка-Тишка жила год, другой и третий. И днем и ночью все три года Мышка-Тишка бегала по полю, а никак не могла запастись хлебом на зиму. Три года засуха была. Посеют казаки хлеб, а он не родится. Летом, когда хлебу созревать пора, Мышка-Тишка с утра до вечера трудится, колоски собирает, а зима приходит, есть нечего. Три зимы Мышка-Тишка голодала. Прошла третья зима, она думать стала. Надо весной хлеб посеять. Надумала и ждет, когда снег совсем сойдет, и земля подсохнет. Сошел снег, тут-то Мышка-Тишка призадумалась. Спашу я землю, а сеять нечем. Пока зерно доставать буду, время сеять пройдет. Где зерно взять? Думала она так, да и вспомнила. Погутарю я с воробьем, может вдвоем и посеем. Живет он один, хлеб ему тоже нужен. По соседству воробей жил. Гнездо у него было в дупле сосны. Сосна на отшибе леса стояла. Он тоже три года мучился. Придет весна, живет воробей. Мошек, жучков, червячков много. До самой осени сыт. А вот зима наступает, есть нечего. Урожая нема. Зимой-то он в станицу часто летал. Да в станице своих воробьев много. Им тоже нечего есть. Прилетит он, а станичные воробьи прогоняют его. Раз даже побили. Прошла третья зима. Воробей думает себе. Живет тут рядом полевая мышка. Погутарю я с ней, может пшеничку вдвоем посеем. Полечу-ка я до ней. Надумал воробей и полетел в степь. Летит он невысоко и видит. Мышка на бугорочке сидит. Вышла она из хатки своей и смотрит кругом. Завидела воробья. Встала на задние ноги. А передние к небу подняла и кричит. Суседушка, сядь ко мне рядом. Да погутарим с тобой. Сел воробей на бугорок к мышке. Поздоровался. Здравствуй, мышка-тишка. Здравствуй, воробей. Воробей ее спрашивает. Как живешь, суседушка? Плохо, сусед, живу. Урожаю нема, доходов никаких. Жить нечем, детишки малые. Уж я не знаю, куда голову преклонить. Детки исть просят. А хлеба нема, взять негде. От станицы далеко живу. А казаки в поле сусеки не строят. Тебе-то хорошо. Взял, да и полетел в станицу. Поклевал, да и домой. Воробей послухал мышку, покачал головой и гутарит ей. Ой, мышка-тишка, кабы хорошо было. В станице воробьев тьма тьмущая. Им самим нечего исть. Прилетел я зимой. Они прогнали меня, да еще и побили. Не придумаю, суседушка, как жить буду. Мышка ему говорит. Давай, воробей, хлеб сеять. Давай, согласился воробей. Я пахать землю стану, а ты сеять будешь. Договорились они. Мышка-тишка сказала ему. Завтра казаки будут сеять, и мы начнем. Я буду землю пахать, а ты к казакам за зерном. Украдешь зерно, прилетишь, посеешь и обратно за зерном. На утро рано поднялись воробей с мышкой. Мышка-тишка пашет, а воробей, знай, летает до казаков, да на свое поле зерно носит. Неделю они так сеяли с мышкой. Посеяли они 12 гектаров и мечтают. Уродится хлеб, и будут они зимовать с блинами, пирогами, а в гости будут ходить друг до дружки. Посеяли и караулить свое поле стали. Мышка ночью караулила, ходит по земле и все доглядывает. Воробей днем летает над полем, всех жучков, мошек, червячков поклевал. Пшеничка взошла, потом колос завязался, цвесь начала, налилась, созрела, время убирать хлеб. Но покосили хлеб, помолотили, провеяли и сыпали в одну большую кучу все зерно. Вот мышка-тишка гутарит. Давай, воробей, делить хлеб. Давай. А как мы делить будем? Спросил воробей мышку. Да так вот и делить будем. У меня 4 ноги, воробей, а у тебя 2. Мне 4 меры, а тебе 2. Вот и поделим по-божески. Воробей не согласился. Нет, мышка-тишка, это не по-божески. По-божески, когда мы поровну разделим. Поровну делить нельзя, гутарит мышка. Воробей стал убеждением действовать на мышку. Ты работала и я работал. Из поля вместе уходили. Значит и делить поровну. Мышка-тишка подумала и сказала. Нет, так делить нельзя. Надо поделить, как я гутарю. У меня 4 ноги работали, а у тебя только 2. Мне 4 меры, тебе 2. Воробей разобиделся и кричать стал. Ноги-то у меня 2, а крылья? Они тоже работали. 2 крыла, 2 ноги, будет 4. Поровну дели, по-божески. Мышка ему отвечает. Да ведь воробушек крылья при работе не нужны. Они ничего не делают. А вот ноги, это другое дело. Не будь у меня 4 ног. Я не вспахала бы землю. Лошади тоже о 4 ногах. Вот так и будем делить, как я гутарю. Долго они спорили, а потом поругались. Мышка назвала воробья вором. Воробей мышь обругал. Подрались они. 3 дня дрались. Так и не поделили свой хлеб. На четвертый день мышка-тишка пришла со своими детьми и стала носить зерно в свою хату. Воробей тоже стал носить зерно к себе в дупло. Мышка полная сусеки насыпала хлебом, а воробью досталось мало. Рассердился он и полетел до орла заявлять на мышь. Прилетел он до орла и гутарит. Сеяли мы с мышкой хлеб. Убрали с поля пшеницу, помолотили. А мышка стала делить не по-божески. Себе 4 меры, мне 2. А потом меня обозвала вором. И все зерно себе в сусеки ссыпала. Орел принял заявление. Мышка побегла до медведя с жалобой на воробья. Прибегла и гутарит. Накажи воробья, медведь-батюшка. Хлеб мы с воробьем сеяли. Я пахала, он сеял. Вырос хлеб, стали делить. Я ему 2 меры дала, а себе 4. У меня 4 ноги работали, а у него 2. Не хотел он так поделить. Дрался со мной. Медведь принял жалобу. Прилетел орел до медведя. Гутарили они, гутарили. Орел свои права, а медведь свои права защищает. Поругались они и войну друг дружке объявили. Прошло так сколько-то времени. Собрали войска орел и медведь и начали драться. Резко дрались. День дерутся, другой, третий. Звери побеждать стали войско орла. Неделю дрались, всех птиц поубивали. Осталось несколько в живых. Живыми остались орел и воробей. Не утерпели они войны и улетели. Орел до себя улетел, а воробей до себя. Медведь видит, что орел с воробьем улетели. Собрал зверей и гутарит. Вот звери, правда, победила. Теперь и чем мышка должна пир созвать на весь мир. Мышка на радостях стала звать к себе на пир. Прибегла домой мышка-тишка. Стала пшеничку молоть. Мелит, а сама думает. Напеку пирогов, блинов, котламок. Угощу медведя-батюшку да зверей. Думает она, а тут гром ударил. Тучи всю степь накрыли. Пошел дождь. Три дня дождик лил. Затопил в степь и хатку мышки залило. Мышка-то и потопла. А воробей поправился. Стал он жить, поживать и добра наживать. Я к нему в гости ходил. Напек он блинов, котламок. Меня угощал. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ